Музыка Ход подготовки к отопительному сезону и проблемы с водоснабжением были озвучены на встрече с населением Акима области Марата Ахмеджанова с жителями Степногорска. На мероприятии также сообщили о планах и проведенной работе в сферах жилищного строительства, индустриального сектора, дорожной сети, образования, здравоохранения и других. Основной вопрос, волнующий Степногорцев – подготовка к отопительному сезону. Для снижения рисков и предотвращения повтора прошлогодней ситуации в этом году началась реконструкция тепловых сетей. В целом, порядка 11 миллиардов тенге направлено на подготовку к отопительному сезону. И сегодня, к сожалению, 80% тепломагистрали тех сетей, которые обеспечивают вас тепло, к сожалению, тоже на 80% изношены. Несмотря на то, что в прошлом году был сделан акцент именно на ремонт таких рисковых красных участков сетей, из резерва правительства было выделено 2 миллиарда тенге, и степень износа снижена была всего на 1,02%. Акимобласти также отметил, что несмотря на статус моногорода с развитой промышленностью, доля Степногорска в общем объеме промышленного производства занимает второе место. Было поручено в течение месяца проработать план действий по выходу предприятий на максимально возможную загрузку мощностей. Место должно стать флагманом среди городов не только области, но и моногородов страны, в целом отметил глава региона. Марат Ахмеджанов напомнил, долгие годы остро стоит вопрос стабильного водоснабжения города, вызывая справедливые нарекания со стороны жителей. В прошлом году был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на магистральном водопроводе, когда без воды остались несколько многоэтажных жилых домов в четвертом микрорайоне. Изменит ситуацию реконструкция магистральных водоводов от насосной станции до Степногорска. Проводится реконструкция магистральных водоводов от насосной станции до города Степногорск. Проект тоже дорогой, 9,2 миллиарда в тенге, поэтому мы разделили на участки. Понимая важность работы, мы не стали дожидаться средств из республиканского бюджета, приостановили некоторые проекты, начали реализацию за счет местного бюджета. Глава региона напомнил, что вступил в законную силу новый закон об общественном контроле, позволяющий гражданам участвовать в управлении делами государства. На встрече ряд степногорцев также был отмечен благодарственными письмами Акима области за вклад в социально-экономическое развитие города. Проведен личный прием граждан, где вопросы жителей касались земли, благоустройства, теплоснабжения, здравоохранения, спорта, восстановления автобусного движения. Большинство обратившихся говорили о состоянии социальных объектов. Глава региона отреагировал на обращения горожан и в тот же день в ходе рабочей поездки посетил проблемные здания, ознакомился с ходом ремонта четырех школ, с врачебной амбулаторией и физкультурно-оздоровительным комплексом. В Степногорске, поселке Заводском и Аксу руководители области ознакомился с ходом ремонта четырех школ. Марат Ахмеджанов акцентировал внимание подрядчиков на качество работ и сроки сдачи объекта. Если мы говорим, что 20 августа все должно быть готово, то ровно месяц остался. Давайте себе добавлять. Жители поселка Аксу на личном приеме граждан подняли вопрос о состоянии врачебной амбулатории 1980 года постройки. Экспертиза признала здание ветхим и не подлежащим ремонту. Аким области приехал в поселок, чтобы лично осмотреть здание. «Необходимо детально разобраться в данном вопросе и при необходимости провести повторную экспертизу», отметил глава региона. Также посещена стройплощадка физкультурно-оздоровительного комплекса в Степногорске. Здание будет состоять из двух блоков. Отмечено, что в первом блоке будет расположен универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Во втором планируются спортзалы для борьбы и бокса, а также тренажерные залы. На территории объекта будут размещены два футбольных поля и баскетбольная площадка для занятий стрит-воркаут. ФОК должен быть комфортным и доступным для каждого жителя города, подчеркнул Марат Ахмеджанов.